всем добрый день кто подключился на наше информационно обучающее мероприятие всем тем кто посмотрит его в записи зовут меня косилов игорь анатольевич и мы сегодня поговорим такой важной серьезной теме я должен подъехать главный инженер но если что вот видна россии там можно узнать у них есть телефоноконтактов у нас из коллег включен звук спасибо и так продолжаем наше информационно обучающее мероприятие зовут меня косилов игорь анатольевич и мы сегодня поговорим об серьезной теме которая затрагивает очень многих периодически это сфальсифицированные протоколы общих собраний собственников чаще всего эти вопросы связаны конечно со сменой способа управления со сменой управляющей организации по этим вопросам чаще всего протоколы скажем так каким-то образом рождаются и в то же время заходит государственный орган надзора и происходит перерегистрация скажем так это вопрос денег вопрос тех людей кто фальсифицировать у них только конечно вопрос это денег а у наш вопрос как жителей это вопрос нашего безопасного проживания в наших многоквартирных домах это наверное не стоит никому объяснять как это важно если зайдут какие-то люди мошенники то здесь велика вероятность чрезвычайно каких-то ситуаций что хотелось бы избежать и так первый вопрос наверное возникнет у всех слушателей а как нам узнать о том что по нашему адресу прошло якобы в общее собрание по которому у нас не было ни извещений не какой-то повестки не каких-то встреч и обсуждений а протокол вот появился бывают и такие ситуации бывают ситуации что все-таки есть какие-то извещения о проведении общего собрания потому что это обязательный пункт его это документы извещения которые за 10 дней до проведения общего собрания должен быть обязательно размещен в доступных местах либо каждому собственнику должен дать под роспись все-таки я думаю собственники чувствуют когда происходит борьба за их дом но иногда это вообще происходит скажем так без их участия их перевели с одной управляющей компании на другую и так как узнать о том что прошло собрание по вашему дому и протокол общего собрания со всеми документами зашел в государственную жилищную инспекцию на регистрацию первое если вы зайдете на сайт государственной жилищной инспекции то там на первой главной страничке ежедневно размещается информация о поступивших протоколах государственную жилищную инспекцию соответственно и имеет смысл просматривать эту информацию если говорю на в доме что-то происходит не так вы видите если начинается какие-то брожение действующие управляющие компании с ней конечно же должен быть конструктивный диалог она в том числе и управляющим компанией про это их бизнес скажем так они должны эту информацию отслеживать по своему фонду которым они управляют так вот на сайте gg и на главной страничке вы можете эту информацию найти актуальную ежедневную которая позволит вам скажем так бороться с этим процессом дальше дополнительно в эту информацию коллеги у нас за 5 у кого-то включен звук также эту информацию дополнительно вы можете посмотреть подключиться телеграм-каналу государственной жилищной инспекции самарской области где также оперативно ежедневно выкладывается эта информация кроме того для тех подписчиков нашего телеграм-канала жкх контроль мы дублируем эту информацию для вас регулярно ежедневно и так получается у нас есть источники информации которые собственники либо управляющие компании которые управляют своим фондом регулярно заглянули либо на сайт государственной жилищной инспекции либо в телеграм-канал жкх контроля либо государственной жилищной инспекции рекомендую подсоединиться к телеграм-каналу жкх контроля там кроме этого очень много дополнительной полезной информации чтобы вы могли ориентироваться и так вот вопрос как мы узнаем он с недавнего времени стал только закрыт открытым скажем так но вопрос закрылся а что это действительно была проблема без нас как говорится нас женили заносили протоколы общего собрания сфальсифицированные собственники не знали о том что проходят общее собрание и в конечном итоге потом появлялась так что с первого числа в дом приходила новая управляющая компания со всеми сложностями там уже бороться было намного сложнее намного сложнее но все равно все-таки возможно и вот по нашему настоянию в том числе через общественный совет государственной жилищной инспекции через жкх контроль мы все-таки добились скажем так что у нас стала эта информация в общедоступном общедоступным способом размещаться и действительно я ежедневно также просматриваю нет ли какой-либо информации по моему дому вдруг у нас там сменилась управляющая компания а бывает и меняется и способ управления поэтому уважаемые будьте внимательны будьте бдительны управление домом это вопрос серьезный и проходимцев туда пускать нельзя сейчас у нас ставится вопрос губернатором временно исполняющий губернатора самарской области вячеслав андреевич им федорищем о том что вот нужно прорешать лицензию управляющей компании недобросовестно согласен я с этим но дело в том что законодательство достаточно сложно в этом направлении и аннулирование лицензии происходит только через суд это долго и это сложно суд считает это крайней мерой и недобросовестных управляющих компаний мы можем выгнать скажем с рынка только снизу путем проведения общих собраний по выбору порядочных профессиональных людей а такие есть как управляющие компании многие идут на создание и тсн тсж в общем это возможно и мы это уже проходили на территории самарской области и с этим справились я думаю что к этой работе нужно возвращаться у нас есть хорошие предложения поэтому я думаю мы в рамках рабочей группы которую губернатор создания анонсировал сможем эту информацию донести я думаю она будет востребована потому что она в интересах жителей самарской области дальше вопрос мы закрыли о том что как узнать источников много и здесь нужна только скажем так внимательность и подключиться своевременно к телеграм-каналу где две-три минутки потратить и все будет понятно второй момент но зашел протокол общего собрания что делать дальше понятно что если вы знаете что на в общем на вашем доме не организовывалось общего собрания ничего такого не было здесь конечно нужно подключать правоохранительные органы нужно написать заявление в полицию о том что у нас таким образом уводят дом из одной управляющей компании в другую конечно нужно действовать связки 100 действующей управляющей компании который у вас есть заявление можно быть для усиления возможно сделать коллективным но затягивать с этим вопросом не стоит нужно действовать максимально оперативно потому что опять же говорю законодательство таким образом у нас сейчас федеральное не региональное которое мы могли бы здесь поправить а именно федеральное законодательство инициатива мы уже по этому поводу писали не раз и не два к сожалению мы должны работать с тем что есть у нас сейчас и сроки если мы немножко затягиваем этот процесс там коллективку собираем неделю нам будет крайне сложнее первым делом мы тем самым правоохранительные органы подключаем к этому вопросу здесь нарушены наши права понятно что здесь происходит полиция получив заявление возбуждает дело а у нас вообще если для информации у нас это уголовное дело за подделку на же протокол общего собрания были под приравнены ну скажем так в паспорту а нашему это подделка официальных документов есть статья в том числе уголовного кодекса и есть факты привлечения как раз а уголовной ответственности том числе и на территории самарской области вопрос этот тоже непростой тут не закрыты все моменты опять же для людей которые этим нехорошим делом скажем так занимаются ну вкратце тоже скажу возбуждается дело чтобы не было каких-то вот таких вот серьезных ожиданий тоже в том числе и от правоохранительных органов но они могут определенные действия сделать они изымают эти документы в государственной жилищной инспекции тем самым на момент проверки когда государственная жилищная инспекция у них есть срок проверки там 1 10 дней 2 до 30 рабочих дней на момент до 30 рабочих дней нету подлинных документов государственной жилищной инспекции государственной жилищной инспекции не может перевести дом в другую управляющую компанию по причине отсутствия их у инспектора получается изымаются документы они проходят процессуальную проверку на момент принятия решения и их нету государственной жилищной инспекции будет отказ я хотел сказать о том что вот в рамках правоохранительных органов им тоже непросто в этом моменте понимаете как у нас проходит общее собрание есть инициатор инициатор физическое лицо это собственник помещения квартиры он собирает бюллетени у нас же чаще всего проходит точно заочная форма голосования и он собирает бюллетени некоторые собственники ему положат почтовый ящик под дверь бросил он же не будет сверять сличать а именно иванов иван иванович либо косилов игорь анатольевич подписал этот документ он конечно же посмотрит их почти при по счете просто примет к ворум а возможно на что здесь вот как раз это сфальсифицированный бюллетень голосования но тоже нужно понять инициатор общего собрания он не может сверить мы предлагали норму о том чтобы инициатор общего собрания документы брал лично понятно идентифицировал что косилов пришел либо иванов либо петров либо сидоров и тем самым а уже нес ответственность но получается так что приходит правоохранительные органы спрашивают у инициатора собрания мне вот так бюллетени предоставили я их посчитал отнес в управляющую компанию дальше правоохранители идут в управляющую компанию в которую переходит дом нет мы только подразумеваем но должны быть все таки четкие факты для того что привлекать к ответственности и здесь следующий момент директор управляющей компании говорит ко мне собственники изъявились сами по своему воле изъявлению прийти перейти в нашу управляющую компанию принесли нам вот этот пакет документов с бюллетенями наше то дело какое мы его только правильно собрали прошили может быть максимально там как в требовании есть при подаче государственной жилищной инспекции чтобы документы были сшиты они так вот в разноброс и отдали в государственную жилищную инспекцию какая наша вина здесь в этом получается нет ответственного в этом вопросе мы предложение давали по этому поводу но их нужно опять же говорю решать на уровне государственной думы российской федерации путем внесения изменений нормативно-правовые акты мы обоснование давали и не раз и знает что эта проблема и проблема это не общее не проблема только самарской области такие ситуации у нас и по всей территории российской федерации где-то больше где-то меньше но они есть но все равно как вы надеюсь услышали что ранее я сказал изъятые документы правоохранительным органам позволяют вам не дать недобросовестной управляющей компании забрать к себе ваш дом дальше вот я говорил вам о том что есть информация размещена телеграм-каналах жкк контроля государственной жилищной инспекции на сайте государственной жилищной инспекции поступил протокол вот появилась такая еще история дополнительно это не только информационные извещения здесь еще можно провести работу следующий вывод мы узнаем с вами о том что у нас якобы прошло общее собрание документы зашли в беже и увидели это как действовать то вариант номер два собственники которые ну знаем быстро конечно оповещаем 700 всех собственникам в доме путем размещения объявлений может быть это общий домовой чат либо еще там возможные бабушкам которые у нас как правило ну самые активные больше всего знают вечером сейчас у нас там ну для примера тепло тут проходящим могут всю эту информацию быстро донести и можно здесь следующим образом либо с помощью системы гис жкх мы об этом говорили да что надо все таки уметь ей пользоваться есть какие-то сложности но здесь нет вопросов для молодого и зрелого поколения все мы уже информационными ресурсами пользуемся через систему ги жкх в адрес государственной жилищной инспекции подать обращение что я косилов игорь анатольевич по общему собранию не голосовал решение никакие не принимал прошу мой голос не учитывать при подсчете кворума отправляем государственную жилищную инспекцию это важно сделать оперативно пока идет проверка на в гжи как я вам сказал первые 10 дней и вторые 30 дней в принципе там 40 рабочих дней есть это максимальный срок это почти два месяца с момента того как мы узнали и и тем самым я косилов сосед мой сидоров иванов петров и другие соседи с помощью системы направляют такие на обращение в государственную жилищную инспекцию вопрос для тех людей которые не пользуются системы тоже закрыт можно приехать лично на льва толстого 123 самара где находится государственная жилищная инспекция с паспортом чтобы могли вас идентифицировать потому что если мы подаем с помощью системы там идет полная идентификация что это именно я подал заявление а не за меня кто-то подал это за обращение вы можете приехать в адрес государственной жилищной инспекции с паспортом и там заполнить заявление там дадут форму определенную который точно также укажите что я не голосовал по этому собранию не участвовал не принимал никакие решения конечном итоге вот этот вот пул людей которые подали пока идет проверка государственной жилищной инспекции обращение через систему ги жкх через личное посещение я думаю здесь нужно обращаться в управляющую компанию если кому-то это сложно то извините управляющая компания если заинтересована действующая которая нормальная которую вы выбрали действительно заинтересована она я думаю организует и транспорт да там до гжи и тех людей которые хотят подать заявление либо там помощью системы ги жкх помогут это сделать тем кто считает что так лучше сделать здесь конечно же нужно да вместе с ука работать вот но бывает иногда и тсж переводит и здесь сами собственники в этом вопросе и вот если голос мой которых у меня 53 квадратных метра 53 скажем так голоса соседа у которых 80 квадратных метров 80 голосов и другие которые под направили а вот эти вот обращение заявление о том что они не голосовали в момент проверки до вынесения приказа сваливают к ворум в этом фальсифицированном протоколе был например к ворум 60 процентов проголосовала за но для примера возьмем вот и эти 10 процентов пишут о том что мы знаем да что у нас за принятие решения 50 плюс один голос нужно эти вот 10 процентов пишет обращение заявление о том что они не голосовали тем самым к ворум падает до необходимого принятия решения государственная жилищная инспекция пишет отказ время в переводе дома надеюсь это понятно нужно действовать оперативно максимально эту информацию донести до всех собственников отслеживать понятно как сначала информацию донести до этих собственников до всех собственников в доме кто с помощью системы кто лично поехал где-то у к по помогла действующие там людей привести в саму государственную жилищную инспекцию взять обязательно паспорт чтобы вашу личность проверили это решение вопроса если оперативно действовать то действительно это будет это уже практики есть уже люди собирались это их дом и здесь консолидации должна быть максимальным может как я сказал недобросовестный как правило только денег умеет собирать и обещание давать а это наш дом и мы должны за него бороться вариант номер три мы узнали о том что способ уведомления первый который я вам сказал это самый важный главное узнать своевременно тогда есть время для максимального количества действий понятно что любой собственник вы должны знать любой собственников праве обжаловать протокол общего собрания который не принимал участие либо голосовал против по вопросам повестки следовательно мы имеем право обращение в суд я например для примера узнаю что в нашем доме прошло общее собрание документы зашли в государственную жилищную инспекцию исковое заявление но поверьте она достаточно простое мы уже как контроль помогаем людям с этим вопросом там где-то составить форму определенные направляем они несложны из кого из заявлений готовим что в нашем доме прошло общее собрание которым не голосовала но прошло со всеми нарушениями исковое заявление несем в наш районный суд но самое важное исковое заявление мы понимаем что это процесс не быстрый суды идут полгода и год а порой даже и больше немножко если там в вышестоящих инстанциях это все оспаривается здесь очень важно подать ходатайство заявление об обеспечительных мерах обеспечительные меры должны звучать следующем что здесь нарушаются права большого количества жителей проживающих в этом доме и просите суд чтобы он вынес запрет государственной жилищной инспекции на регистрационные действия по переходу этого дома что важно исковое заявление и обеспечительные меры мы подаем отдельно мы несем это все в один момент мы подаем сразу же исковое заявление но не нужно это ходатайство заявление писать в исковом заявлении потому что извините это будет рассматриваться опять же максимально на первом заседании а это может быть уже спустя месяц полтора и срок уйдет важно его это ходатайство заявления оформить на отдельном листочке потому что по закону у нас исковое заявление пока там судья назначится пока там предварительное заседание будет назначена обеспечительные меры должны быть приняты с момента их поступления в суд в течение трех дней это мера которая должна сохранить статус кво до решения суда пока будет идти суд год обеспечительные меры могут как раз создать должны сохранить статус кво чтобы дома остался там где был давайте-ка мы разберемся все-таки чей протокол он был действительно общее собрание либо не действительно вот люди часто ошибки допускают и управляющие компании которые защищают собственников когда это все в одном исковом заявлении это уходит срок отдельное ходатайство и у суда три дня я понимаю загруженность суде судебной инстанции но и вопрос здесь очень важный день подачи не считается три рабочих дня следующий на четвертый рабочий день нужно звонить нужно приезжать в суд кому а здесь кто там кому какому суде это решение ходатайство это было направлено через секретаря работать это вопрос важный он касается вашего дома и придется не может быть и иногда случай да не на третий но на пятый день суд данные ходатайство выносит поддерживает собственников здесь тоже не нужно что направили и забыли суд должен да суд должен но если суд не вынесет это будет уже вопрос другой вы будете суду претензии выносить когда суд дом уже ушел ваша в другую управляющую компанию здесь нужно доводить процесс быть настойчивыми настойчивыми вы отстаиваете свои права вы отстаиваете свой дом и у вас с таким обоснованием можно горы свернуть где коллектив собирается активистов никогда в жизни этот дом не перейдет какой-то управляющей компании в другую который там раз попробую второй раз не пойдут потому что здесь как я сказал вот сейчас вам три способа и три способа как узнать и три способа как бороться на мой взгляд на мой взгляд когда мы узнали нужно действовать во всех трех направлениях какой из этих способов сработает быстрее это все способы все законные они все правильные но по иногда не поймешь пойдя одним путем успеет ли успеем ли мы ну например суд примет ли это ходатайство либо нет даст ли положительное решение правильно ли вы все его оформили нельзя быть уверенным на сто процентов потому что практика разная иногда суд идет на это а иногда суд не идет на это иногда пытается до первого заседания сдвинуть и тут вот уже пойдя одним путем через суд не факт что добьемся правоохранительные органы у них очень много вопросов да и этот вопрос тоже важный но все-таки опять же мы не исключаем человеческий фактор ну вот инспектор там я не знаю закрутился забылся или еще что-то произошло и документы для проверки не изъяты а может быть инспектор очень внимательно отнесся не инспектор а правильно сотрудник правоохранительных органов инспектор государственной жилищной так сотрудник правоохранительных органов внимательно отнесся и оперативно это сделал изъял документы здесь уже работа правоохранительных органов нужно тоже важно понимать документы изъяли правоохранительные органы на каком сроке изъяли была ли первая проверка 10-дневные документов и вдруг проверка закончится как раз к моменту когда должна 30-дневная вот эта проверка закончится бывают такие случаи что возвращаются документы из правоохранительных органов буквально за день когда к сотрудникам государственной жилищной инспекции нужно принимать решение и у них все в порядке но не нашли как я сказал ранее какое-то лицо которое сфальсифицировал это сложно сделать это не так просто действительно и дом ваш ушел документы есть на момент принятия решения инспектором здесь тоже нужно дальше отслеживать процесс не бросать это все занялись правоохранительные органы нужно ходить есть часы приема узнавать объяснять что сейчас это делать не надо мы тут еще и в суд подали и так далее поэтому уж будьте добры уважаемые там не нужно нам испортить скажем так всю ситуацию нужно работать и с правоохранительными органами а не то что отдавать на откуда только и где более дотошные люди там и отношении но и третий момент который первое сказал да там вы без помощи к ворума ги жкх тоже здесь нужно людей консолидировать подвести направить много на мой взгляд нужно двигаться всеми тремя возможными способами послушав сегодня в записи или либо очно я бы сразу же подключился к телеграм-каналу жкх контроль пробел там 63 там вы увидите на виктор иванович часовских на на аватарке значит вы правильно присоединиться государственную жилищную инспекцию присоединиться вы будете информацией владеть ежедневно оперативно вам на телефон это будет все приходить дальше те действия которые я вам сказал мы конечно же готовы помогать собственникам и помогаем и это делаем я думаю телефон жкх контроля 273 33 73 вы все знаете постоянно проводим приемы консультации граждан обращайтесь пользуйтесь этой информацией распространяйте эту информацию среди других собственников собственников других домов которые рядом с вами я сказал это важно это наш дом и мы должны свой дом пускать только тех людей которые должны по договору с нами работать только тех кого в катком мы уверены на сегодня это все до новых встреч до до свидания будьте здоровы делаем